Блог для мамы. Мы идем в ЗАГС. Сейчас посмотрим, как он тут выглядит. Снаружи ничего. Ник только избавился от температуры, но кашляет. Войди в камеру. А я вчера сдала кольцо на изменение размера в меньшую сторону. Сегодня должны вернуть. Буквально через полчаса должны написать смс, что оно готово, чтобы его можно было забрать. Рижский ЗАГС. Симпатичный. Прям новое здание. Квест. Найти вход в ЗАГС. Это? Наверное, да. Не пускают. Короче, у нас нихрена не получилось записаться на регистрацию брака, потому что, чтобы подать документы на регистрацию брака через месяц и один день, у них такое правило с иностранными гражданками, если брак, то нужно, во-первых, справку в моем случае о том, что я в разводе на русском языке, перевод на латышский язык, и еще запрашивать справку из русского консульства в Латвии о том, что у них информация есть, что я действительно в разводе, то есть мне можно замуж второй раз. Поэтому у нас ничего не получилось, времени катастрофически мало, потому что сегодня я уезжаю в Россию, и мы просто не успеем ничего получить, поэтому мы сейчас думаем, может, позитивно жениться в России, вот за факт. Ну, придется перевести, конечно, документы на латышский язык о том, что мы в браке, но это меньшее из зол, не так сложно, как если мне мотаться туда-сюда, получать какую-то там, какую-то визу, ну, туристическую, очевидно, и приезжать брать все документы, приезжать записываться на регистрацию брака, и только через месяц-один день приезжать еще, чтобы зарегистрировать брак. Поэтому мы сейчас думаем, может быть, Нюку все-таки приехать в Москву, нам там оформить регистрацию брака, и потом уже подавать документы мне на ВНЖ в Латвии. Тогда это будет проще. Вот, ну, а пока мы тут мотались в ЗАГС, в общем, мы поехали, мне пришла смс-ка о том, что колечко мое изменили размер, и вот оно, вот оно готово, идеально теперь по размеру. От него отрезали кусочек, такой маленький прям кусочек, не знаю, мне кажется, он там 3 миллиметра или что-то в этом роде. Вставлю фоточку вот здесь, как это выглядит, потому что я его пока приныкала, и колечко село идеально. И вот, в общем, мы пошли сейчас пообедать пиццей. Вот, так что сегодня мне пришлось пропустить урок испанского из-за всей этой суматохи, потому что по плану я сегодня должна была сидеть дома, спокойно работать и сделать испанский. Ну, а другой плюс, то, что по работе наконец-то удалось собрать несколько контактов менеджеров казино, которые работают со стримерами, и я вот сейчас уже с одним казино общаюсь, мы завтра с девочкой будем созваниваться и обсуждать, как бы нам сделать совместную интеграцию, что мы там хотим, и в итоге от этого получить и запуститься. Ну, еще надо будет с блогерами, конечно, договориться, ну, вот, как бы. Тут свет, конечно, не очень, но когда мы пришли в ювелирку, где изменяли размеры, у них там правильный вот этот вечерний свет, в котором бриллианты как сумасшедшие светятся, и оно там, конечно, играло как бешеное.